Всем привет, дорогие друзья! Вы попали на канал Небритый Валера, и в этом видео я расскажу тебе о самом профитном и самом свежем способе фарма рун в скобочках душ. Так что прими удобное положение, цапни покушать и приятного просмотра! Не баг, а фичи, как говорится, дорогой друг. Если ты знаешь, как сюда попасть, где находится этот кастрик и где, собственно, мы с тобой находимся, далее я покажу тебе кратенько маршрутица и объясню, что тебе нужно делать. Если вдруг ты не в курсе, не переживай, в следующем блоке видео я покажу два способа, как сюда попасть, где находятся карты и как сюда, собственно, добежать. Вот, что нам потребуется? Нам потребуется в одной руке какая-нибудь колотушка, мечик, ну или что-то вроде этого. Ну и, собственно, ловкость рук и никакого мошенничества. По тихой грусти, по доброй традиции. Вот с этого места нам нужно запрыгнуть вот сюда на уступчик двойным прыжком, тыкай сразу. Также нам на этот поребрик нужно запрыгнуть наверх. Вот сюда в ложбиночку. Здесь двойной прыжок. Чик. И вот сюда на камушек. Наверх. Бежим здесь прямо, никуда не сворачиваем. Дальше будет особенность, опять же, двойного прыжка. Не переживай, ты здесь не разобьешься. Вот с данного камушка. Плюс-минус. Можно чуть левее, можно чуть оттуда вон запрыгнуть. Не суть. Разбегаемся, двойной прыжок и машем с тобой колотушкой. Вот таким образом. Игра багуется. Мы с тобой дэмиджа не получаем. И где-то приблизительно через 40 секунд-минуту мы получим с собой души. Да, не сказал тебе, дорогой друг, ты можешь использовать скоробейчика, ты можешь использовать лапку. Все здесь будет работать. Вот если вдруг у тебя нет данного талисмана, ты получишь около 120 кадуш. Если есть, порядка 130-140 к рун, собственно, за ран. По-моему, неплохо. Можно фармить на птицах. Все это работает. Возможно, на птицах будет чуть медленнее. Но для разнообразия можно, как бы, и вот таким непотребством, в общем, позаниматься. Очень классно подходит для тех, кто играет в лейтгейме. У них есть все камушки, соответственно, и они хотят поиграть с другой пушкой. Для этого можно пользоваться. Пожалуйста, лично я пользуюсь фармом рун для того, чтобы прокачивать пушки и показывать тебе их особенности, дорогой друг. Вот, собственно, и все. Гэ, телепорт. И обрати внимание, сколько мы с тобой душ забрали. 136к. You welcome, дорогой друг. Для тех, кто не знает, как туда попасть, я кратенько тебе расскажу, дорогой друг. Вот, нам нужно выполнить квест с вот этим импозантным юношей с горящими глазами. Начинается квест аж отсюда, с самого начала. Кастрик первый шаг, там он нас унижает, рассказывает, что нам придется жить в картонной коробке до конца своих дней. Вот, далее, что мы с тобой делаем? Мы убиваем здесь босса. Убиваем Годрика, собственно. Далее пробегаем здесь, открываем вот здесь карту, бежим по тихой грусти, бежим, 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 бежим. Открываем здесь, допустим, Кастрик, забегаем вот сюда. Там нас будет встречать данный вельможа. С ним мы разговариваем. Собственно, мы проскипали с ним диалог, получили несколько пальчиков, нам нужно будет их использовать. Три раза нам нужно сыграть в пвп. Неважно, выиграешь ты или проиграешь. Как это сделать? Нажимаешь Г, потом нажимаешь З, на джойстике тебе не подскажу, друг. Снизу есть подсказки на карте, они тебе помогут. Лично я попробую это сделать вот здесь. Ты можешь в любом удобном для тебя месте. Здесь отмечены активности, где чаще всего люди играют в пвп. Выбираем пальчики, либо любые другие предметы, которые делают то же самое. И, собственно, пытаемся кого-нибудь призвать. Да, в сетевом статусе у тебя должно быть включено и так далее, тому подобное. Сеть настройки, посмотри. Сеть настройки, посмотри. В общем-то, минут 30-40 на это потратил, выполнили его условия, сыграли в пвп, потратили три пальчика, далее разговариваем с ним. Далее нам дали платочек, нам нужно его обмакнуть в крови служанки. Сделать это можно несколькими способами, либо мы можем забрать его вот отсюда. Возможно, у тебя данный храм уже открыт. Если нет, то путь к нему лежит через вот здесь, русским языком. То есть ты пробегаешь вдоль вот этой стеночки, оббегаешь по кругу вот так, вот здесь, здесь наверх и так далее, тому подобное. Ну ты понял, то есть сама суть, то что мы бежим вот отсюда, вот отсюда. То есть вокруг огибаем, здесь мы, возможно, выполняем какие-то активности, забегаем наверх и пробегаем вот сюда. Это первый момент. Подходим к служанке и обмакиваем данный платочек. Либо это можно сделать в другом месте. Данное место будет находиться, ну не совсем здесь, но здесь будет находиться телепорт туда. То есть нам нужно добежать будет вот сюда. Здесь будет телепорт, который забросит нас на данный кастрик. То есть там мы сможем с тобой открыть карту, зачекиниться и пробежать вот так вот туда наверх. Пробегаем на самый верх, открываем вот здесь сундучок, забираем очевидный ключ. Далее нам нужен следующий телепорт. Находится он чуть ниже вот тут. Нас закидывают в самое начало, там где мы начинали свой жизненный путь война. Собственно, впереди нас будет ждать первоначальный босс, которого ты смог или не смог убить. Он у меня здесь убит. Пробегаем после него дальше. Там точно так же будет труп служанки и нам нужно будет его обмакнуть. То есть либо так, либо так, как тебе удобнее. Возможно какие-то кастрики у тебя открыты. Будет удобнее первый способ. Возможно, если он у тебя не открыт, будет удобнее второй способ. Потому что и телепорт, и мечеведный ключ, босс достаточно легкий. Здесь нужно будет просто пробежаться. Вот сама служанка. Возвращаемся к нашему наставнику и ждем от него подарочков. Подарочек выглядит следующим образом. Это минус палец. Ну что уж, красота требует жертв, дорогой друг. Мы получаем медаль Читакноровного рыцаря. Собственно, это тот предмет, который телепортирует нас в ту локу, которую нам с тобой потребуется для фарма. Впереди нас будет ждать карта и кастрик. Далее кратенько пробежимся до маршрута, до следующего кастрика, который нам потребуется. Здесь бежим, ни на что не оглядываемся. Там будет призыв. Они, скорее всего, нам разломают будку. Заберут душу и тело. Впереди тоже неочевидный момент. Будет фантом. Можешь его победить, можешь пробежать. И очень, скажем так, противная птичка. Продолжение следует... В общем-то, вот мы и на месте. Можно заниматься вот такими вещами. Фармить птичку. Получать по 10-13 корон. Либо по 130, как я тебе ранее уже показал. Пожалуйста, пользуйся, дорогой друг. Второй способ, чтобы попасть в красную локацию, заключается в том, что нам нужно попасть с тобой в портал. Находится он географически вот здесь. Это вторая часть зимней локации. Грубо говоря, мы ищем с тобой данный кастрик. Пробегаем налево. Здесь нас будет встречать в окрестностях фантом. Мы его убиваем, и у нас активируется данный телепорт. Для тех, опять же, оговорюсь, у кого нет возможности сетевой игры, этот вариант поможет. Либо просто через стороннее ПО ты можешь намайнить себе данный талисман. Я думаю, не проблема в интернете найти код, ввести и, собственно, а-ля-у-лю... Congratulations, как говорится. Через данный портал мы попадаем сразу туда, куда нужно. Единственное, у тебя не будет по началу карты. Находиться она будет в следующем месте. Где-то приблизительно вот здесь, вот в данной точке. А так, для того, чтобы фармить, достаточно просто-напросто вот здесь вот пробежать вперед. И зачкиниться вот на том кастрике. В общем, это все, что я хотел донести до тебя, дорогой друг, в рамках данного видео. С тебя жирнющий лойс. Подписочка, может быть, даже колокольчик. Ну и не забывай залетать на Стримчанский, который проходит в 17-20.00 по МСК. Я все проанонсирую, ты его точно не пропустишь. Все, любви, удачи, терпения, пока. Субтитры сделал DimaTorzok